Он есть и мужской, и женский, но чаще всего проявляется мужской. Почему? Потому что мужской абьюз, он твёрдый. Он всегда с агрессией, он с увечьями, во всяком случае, с синяками. Почему он проявляется? Это такая своеобразная, наверное, месть маме, очень странная, подсознательная. Это первая причина. Вторая причина — это злость на самого себя за то, что я, не проявляясь как мужчина, в миру, на улице я не могу зарабатывать или как-то меня недостаточно уважают, как я субъективно об этом думаю. И поэтому я свою мужественность проявляю и показываю на своей семье. Том, кто рядом, кто-то близок, кто-то слабее, чем я, на жену, допустим. Это природа такая. Если бы человек проявлялся в миру как мужчина, и его бы уважали, и он зарабатывал, и был самодостаточен, ему не нужно будет самоутверждаться на собственной жене и на собственной семье. Оттуда же и бытовое насилие идёт, женщин бьют, детей бьют и так далее. То есть очень важно, чтобы мужчина был мужчиной вовне, успешен, в социуме. И тогда он будет спокоен дома. Состоятельные люди бьют жен тоже от внутренней агрессии к себе. Сто процентов где-то был конфликт с мужчиной, где он проиграл. Наличие денег же не говорит о том, что тебя уважают. Потому что деньги можно заработать экологично, не экологично. Можно просто иметь и для этого ничего не делать, унаследовать. Деньги можно заработать, я не знаю, там, где нет социального одобрения. И человек вот это вот, всё вот это неприятие внутреннее будет проявлять туда. Потом есть же неадекватные проявления, когда там убили, избили. Это уже у человека с психикой что-то не то. У него уже там перекос. Это не абьюз, это же убийство. Это можно себя довести и до этого, но первопричина, она будет накоплением вот этого неудовлетворения с собой. А женский абьюз, он связан с недоверием себе. То есть что я сама недостойна. И поэтому я буду это из мужчины выдавливать. Или как-то его принижать тоже. Но женский абьюз, он незаметен. Случайно там она там на тебя села, там где-то локоточком придавила. Заметили, что в самолётах, особенно очень часто, или в автобусах, женщины начинают локтями пихать мужика, который сидит рядом. Типа места он много занимает. На самом деле в это кресло можно два мужика посадить по 120 килограмм. Они сядут, и им будет удобно. А она нет, она будет там давить свою территорию, там оставить. Хотя сама вот такая. Ей не нужно столько места. У неё отвращение внутреннее к мужчине. Или там вот непринятие она будет его пихать. Это мисс папе, и это самоутверждение. То же самое, да, то есть она не может проявиться как женщина, поэтому она всячески, ей нужно унизить мужчину. Можно так сказать, что это ненависть к папе, к маме. Чаще всего этому есть причина. То есть это не так, что вот она родилась и сразу ненавидит мужчин. Или он родился и сразу ненавидит женщин. Есть травма какая-то. Это посттравматический синдром. Если мы говорим про неё с папой или с каким-то мужчиной, и она всячески будет ему не доверять и ненавидеть. При этом бывает, что было какое-то совершено насилие над ребёнком в детстве или где-нибудь там в подростковом периоде. Женщина, уже когда она вырастет, она будет ненавидеть мужчине и не доверять. И она будет всячески держать их в стороне. То же самое с мужчиной. Мама или бабушка в целях воспитания его побила, чем-то там, ремнём или чем-нибудь. И он будет потом тоже, всех других женщин, он будет держаться подальше и их всячески ненавидеть. Это посттравматический синдром абьюз. У человека была какая-то травма, поэтому он её переносит здесь. И непроявленность. Непроявленность в миру будет стараться появляться внутри семьи или над тем, кто слабее. И женский абьюз во времени пролонгированный. Она готова ждать 20 лет, и вы посмотрите, как ты задохнешь потом на её глаза. Всячески будут потихоньку отравлять твою жизнь. Потихоньку, незаметно, ты будешь думать, что всё хорошо. Это не страшный женский абьюз. При этом она сама не понимает, она несчастна. Сколько несчастных семей? Они не решаются развестись только потому, что у Яд-Булат, ей неудобно или ему неудобно перед детьми. Они выйдут замуж или женятся. Как мы потом будем это перед Кудаларом? И они терпят. И вот этот абьюз иногда уже невозможно терпеть. И поэтому доходит до рукоприклассов, руганий и так далее. Нужно сесть, честно поговорить. И тогда не будет вот этого насилия. Поэтому я считаю, что терпеть не надо, нужно встать и выйти. По-моему, в этом году Казахстан занял лидирующее место в мире по разводам. Это просто в социуме стали говорить правду. И уже сегодня никто не терпит плохих взаимоотношений или отношений к себе. Из-за этого резонанс такой идёт, когда там резонансные дела, когда проявление вот этого жёсткого абьюза со стороны мужчин к женщинам. В обратную сторону нет, потому что они делают это аккуратно и медленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!